Путин и Трамп вновь встретятся и о полномасштабных переговорах. Москва и Вашингтон договорились накануне. Джон Болтон, как вы знаете, приезжал в Москву и договорился о том, что новые переговоры пройдут в Париже в годовщину окончания Первой мировой войны. 11 ноября эта встреча состоится. Уж не знаю, историческая или нет. Ну, историческая, не историческая. Мы помним, сколько было эпитетов громких, каких-то чрезмерных в преддверии июльской встречи в Ихельсинки, и Второй Рейкьявик, и Второй Хельсинк, и историческая, какая-то знаковая эпохальная встреча. Ни истории, ни эпохи, мне кажется, мы в той встрече не увидели. Ну, бог с ним. Катя, вот мне интересно, что ты скажешь. Наверняка ты допускаешь, что агенту Дональду Ивановичу, если он Джей Ивановичу Трампу, ему пора ехать в Париж с докладом к своему куратору, ехать в Москву, хотя Владимир Путин сказал, что он не против того, чтобы господин Трамп приехал. Так вот, ехать в Москву, это слишком, что называется, политься. А вот в Париже нормально, вроде как они там оказались по другому поводу, встретиться, ну и заодно он его все дало, на нейтральной территории никто не догадается. И там вот в Париже он, значит, очень скоро выложит все как на духу. Да, мне нравится твой сарказм, Тихон, но все эти подозрения в адрес Трампа, не то чтобы оправданные, конечно. Просто, если серьезно, то как мы уже здесь много раз обсуждали, он сам, он, то есть Дональд Трамп, во многом виноват. И в том числе возникновение вот этих теорий относительно того, что президент США работает на президента России. Вспомним, опять же, их первую встречу, которая была в Хельсинки, упомянутом, когда Трамп сказал, что у него нет оснований не доверять Путину по поводу российского вмешательства в выборы, имея в виду, что есть основания не доверять своим собственным спецслужбам. Потом он, правда, уже здесь, в Америке, объяснял свои по-настоящему скандальные заявления тем, что он по ошибке неверно сформулировал, мы помним это все, да? Когда он говорил, я два, частичку не использовал, не хотел этого сделать, ну, в общем, просто вот ошибся. Но вообще в этот раз, я думаю, следить за встречей будут все очень подробно и очень внимательно. Тем более, что господин Ушаков, помощник Путина, сказал, что вот эта встреча в Париже будет организована очень-очень хорошо и гораздо более серьезно, внимательнее будут следить даже, чем за их первыми переговорами, очевидно. Тем более, посмотрите, как быстро они договорились. Болтон прилетел в Москву, причем казалось, что прилетел с очень неприятным для российской стороны посланием, да, о том, что Америка выходит из договора РСМД о ракетах средней и меньшей дальности. Но в итоге визит получился вполне позитивный. Путин предложил встретиться в Париже. И вот Трамп уже согласен на встречу и несется, сломя голову во французскую столицу. Просто поразительно. Очень интересно, что это было. Прости, пожалуйста, сказать, в словах «несется, сломя голову во французскую столицу» содержится как минимум сарказм, в связи с которым неизбежный вопрос. А неужели это плохо, по-твоему? Отвечаю на твой сарказм. Неужели было бы лучше, если бы встречи не было вовсе? С их прошлой встречи, несомненно, с той самой встречи, не принесшей никаких результатов, несомненно, появились поводы и новые темы для разговоров. Хотя бы упомянуто тобой заявление Трампа о том, что Америка намерена выйти из договора о РСМД, ракетах средней и меньшей дальности. После этого, как мы помним, Дональд Трамп заявил, что фактически Америка будет наращивать свой ядерный арсенал. Все это, как мы прекрасно понимаем, дело очень серьезное и крайне опасное. Вне зависимости от того, как мы относимся к политическим разногласиям, как мы относимся к происходящему в Сирии, как мы относимся к происходящему в Украине и так далее, и так далее, и так далее. То, что происходит сейчас, довольно серьезно попахивает возможностью, вероятностью военного столкновения двух ядерных сверхдержав. Так что, похоже, как раз это, например, и могут обсудить Трамп и Путин во время встречи в Париже. И, наверное, именно поэтому это уместно сравнивать со встречами периода разрядки, поскольку речь, судя по всему, будет идти о разоружении. И это неплохо. Мы ведь вообще, давайте помечтаем, пофантазируем, давайте представим, что мы на пороге новой международной разрядки. Вот друг Влад и друг Дональд встречаются и те проблемы, которые... С какой-то стати я представить не могу. Да потому что мы... Ведь, помни, буквально пару дней назад, Катя... С какой целью прощения? Пару дней назад мы здесь, по-моему, в ходе Ньюстока говорили о том, что лидеры и Путин, и Трамп стали слишком смело жонглировать словами про ядерное оружие. Я, конечно, допускаю, что... И я знаю, что это так, что экспертиза участников программы Ньюсток на РСВА, и она очень высока. Но я допускаю, что Дональд Трамп и Владимир Путин, а также их окружение и советники, также понимают то же, что поняли мы, что жонглирование словами про уничтожить, запустить ракету, разбомбить и ответить, оно немножечко... Никакой логики. Раз они жонглируют этими словами, значит, они ничем в этой разрядке не понимают. Жонглирование в какой-то момент неизбежно приводит к разрядке, когда ты понимаешь, что от жонглирования ты находишься на один шаг. Нет, оно неизбежно, к сожалению, может привести к границ друг друга. Может привести, а может не привести, давайте уповать на лучшее. Ну, кстати, российский МИД, помните, говорил, что Трамп все свои вот эти вот заявления о выходе из договора о ракетах, которые мы слышали буквально два дня назад, да и вчера были новые заявления о наращивании ядерного потенциала Соединенных Штатов. Все эти заявления Трамп, по версии российского МИДа, делает только ради того, чтобы навязать России торговлю. И суть этой самой торговли состоит в том, что, как писали в последние дни многие аналитики здесь, в России, Америка якобы хочет заключить новое соглашение, к которому по замыслу Вашингтона должен присоединиться тот же Китай, который, кстати, вот это все назвал шантажом и раскритиковал заявление Трампа, вчерашнее, во всяком случае. Китаем даже не будем ограничиваться. Есть много других стран, очевидно, есть в орбите, что ли, Вашингтона, наверное, предполагаю. Может, собственно, вот такая торговля, именно об этом речи пойдет в Париже, а почему нет? Согласитесь, к тому же, если это действительно так, а мы предполагаем, то вот этот сценарий, он прям идеально вписывается в образ такого Трампа-торговца и бизнесмена, который здесь многие в Федеральном мире рисуют. Не только российские аналитики, коллеги, но и американские, все те политологи, эксперты области контроля вооружений, с которыми мы разговаривали здесь в рамках американского сквозного эфира, в общем, подтверждают, что главная цель Трампа – это как раз Китай, который не был частью договора о ракетах средней и меньшей дальности, и президент Соединенных Штатов считает, что это несправедливо, и Китай является главной проблемой. Он вообще считает, что Китай является главной проблемой именно Пекин, а не Москва, что, в общем, некоторые, некоторые эксперты считают как раз не очень верным подходом. Ну ладно, интересно, конечно, будет, если Россия согласится на новый договор после всех своих заявлений о том, что нынешний договор – это краеугольный камень мировой безопасности, аналогов ему нет, и никакого шантажа мы Америке не позволим, дескать, да? Впрочем, я, конечно, не настолько наивна, Тихон, чтобы не понимать, что вся международная политика – это одна большая торговля, а не будет ли, коллеги, это выглядеть такой, знаете, неоправданной уступкой американцам? Вот они захотели отменить договор, и добро пожаловать, Россия на все согласна. Вот боюсь, что для Москвы и для Владимира Путина конкретно это было бы неприемлемым прогибом, понимаете? В любом случае, пока рано гадать, рано гадать, как оно все будет, в любом случае новый договор. Ты мечтал некоторое время назад. Куда лучше отсутствие этого самого договора, в принципе. Интересно, с другой стороны, что России может потребовать взамен? Давайте не мечтать, а фантазировать, допускать, допустим. Может ли она потребовать смягчения каких-то нибудь санкций, о которых в последнее время мы больше слышим, чем видим? Нет, ну санкций, конечно, нет, нет. Отмены санкций быть не может, я могу прямо сразу сказать, без всяких фантазий, без попыток что-то спрогнозировать. Тут просто нет второго ответа, есть только один. Смягчения санкций не будет, потому что это не является прерогативой президента Соединенных Штатов. Более того, его специально конгрессмены лишили права отменять или смягчать санкции международные, потому что понимали, что этот момент может наступить. Поэтому, еще раз подчеркну, конгрессмены Соединенных Штатов не позволят президенту смягчить или отменить санкции. Есть, с другой стороны, один важный, мне кажется, интересный момент, что в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании Соединенные Штаты в ноябре обещали вести вторую волну ограничительных мер против Российской Федерации. И эти меры анонсировались как гораздо более серьезные, чем те, что были введены в конце августа, как мы помним. И с содроганием многие и в Москве, и здесь, в Соединенных Штатах ожидают этой второй волны, потому что она должна быть, ну, по крайней мере, позиционируется как что-то очень серьезное и важное и очень болезненное для российской экономики. Однако же, судя по каким-то намекам от Джона Болтона в ходе его визита в российскую столицу, вот как раз второй волны может и не быть. Или она может быть в несколько ином виде, чем изначально предполагалось. Мне кажется, что торг уместен именно в этом направлении. Слушайте, ну мы тут предполагаем, чего хочет Трамп, а Путин-то чего хочет в этой ситуации. Он не раз демонстрировал, не раз заявлял, что вроде как рассчитывают на такой равный статус России с Америкой, чтобы с ним считались, воспринимали его как мирового лидера. Но, как вы не раз замечали, Россия же ведет себя сейчас как такой большой жирный международный тролль. Ну вот смотри, тоже дело с Креполей. И когда Путин говорит Трампу, мы ничего никогда не взламывали, про то, что Петров и Баширов гражданские лица, эти фитнес-бизнесмены. Все это, коллеги, действительно выглядит как такое похихикивание. Бизнесмены средней руки. Средней руки, безусловно. Это все так несерьезно. Слушайте, ну кроме санкций, президент имеет что еще обсудить. Тем предостаточно, не хватит пальцев на пяти или семи руках. Сирия, Ближний Восток, Украина, торговля. Украина. Украина, Украина, торговля. Короче, тем много, кто бы ни был. Помните, вспомним вчерашний ньюс-то. Кто бы ни был главной лягушкой в этом Вашингтонском болоте, главное, чтобы договорились. Да-да, главное, чтобы никто из участников не сказал. Я не могу договориться, у меня лапки, знаете, как из многочисленных мемов в интернете.